10 декабря завершилась 6-я Всероссийская научная конференция «Конкурс учащихся». Конференция «Конкурс учащихся имени Льва Толстого». Мероприятие прошло в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета. В начале конкурса для торжественного открытия участников собрали в актовом зале, где с приветственным словом выступил директор Института Радив Замалединов. Мы готовим учредить о работе в билингвальных и полилингвальных образовательных организациях. То есть о том учителей. Учителей математики, учителей физики, учителей истории, учителей для работы в начальной школе, в школьных образовательных организациях. В конференции принимают участие школьники с 8 по 11 классы, приехавшие с разных уголков Российской Федерации. Конкурс проводится в два этапа – очный и заочный. Это могут быть работы по русскому языку, по русской литературе, по зарубежной литературе, по русскому языку, английскому языку, по татарскому языку. В принципе, любая область филологии, которая подвластна нашему институту, она представлена и в ученических работах, которых сегодня набралось достаточно большое количество. После открытия конкурса участники разошлись по секциям, где им предстояла защита проекта перед комиссией. Всего было выделено 13 секций. У ребят было 6 минут на выступление, в ходе которого они должны были представить свою работу. Например, София Куприянова подготовила свой проект «Молодежный сленг в речи школьников» и будет защищать его в секции «Актуальные вопросы русского языка». Мне посоветовал мой преподаватель по русскому языку, предложила поучаствовать в этом проекте. Я согласилась и была этому очень рада, потому что поучаствовать в КФУ – это большая награда, можно сказать. В финальной части конкурса состоялось награждение победителей. Ребятам вручили дипломы, а ученикам 11 класса при поступлении в КФУ будут добавлены дополнительные баллы к ЕГЭ.